Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию второй урок, второй части курса «Французский язык. Водно-коррективный курс». На нашем предыдущем занятии, на первом занятии второй части, мы продолжили разбирать особенности фонетической системы французского языка, фонетической системы гласных французского языка. И мы с вами стали говорить о французских гласных заднего ряда. Мы с вами сказали о том, что в французском языке существует 4 гласных заднего ряда, и прошлое наше занятие было целиком посвящено такому звуку «У» во французской фонетической системе. Это звук округленный, в артикуляции которого активно участвуют губы. Сегодня мы с вами продолжим говорить о гласных заднего ряда, и сегодня мы будем с вами говорить о гласном звуке «О». Это тоже такой звук, при артикуляции которого активное участие принимают губы. И вообще французская фонетическая система характеризуется интенсивной работой речевого аппарата. Ну, как обычно, так уже сложилось на наших занятиях, что о том, как артикулируется тот или иной звук, нам расскажет Владимир Николаевич. А после этого мы с вами посмотрим правила чтения французского языка и перейдем к материалам для чтения, то есть к практической части. Как же образуется этот французский звук «О» долгий, гласный заднего ряда? Итак, давайте с вами запомним, что во французском языке мы сталкиваемся с закрытым долгим гласным. Ну, что значит «долгий»? Значит, на его произношение нужно затратить больше времени. В отличие от русского языка, где мы не различаем гласный по долготе и краткости, французский язык этим различием характеризуется. Итак, нам нужно немного оттянуть язык назад, округлить губы. Очень сильно напряжены должны быть губы. И произнести, помня о том, что это долгий гласный, значит, он долго должен звучать, произнести гласный «О». Ну, вот можно провести аналогию с такими русскими словами, как «давно», «зато», «кто», «садко». Итак, французский звук «О». Принципиальная разница русского и французского языков заключается в том, что если в русском языке, даже если мы немножко растянуты, напевно, длительно произносим звук, как в таких словах, как «давно», «садко», «зато», «кто», даже если звучание «О» более длительно, чем в других словах, то это с точки зрения смысла никакого значения для нас с вами, для носителей русского языка не имеет. В этом принципиальное отличие русского языка от некоторых других языков, в том числе и от французского. Дело в том, что во французском языке, как мы увидим чуть позже на следующем занятии, когда будем тренировать краткий звук «О», вот тогда мы с вами и увидим, как долгота и краткость, то есть длительность звучания звука «О» либо «О» может иметь смыслоразличительное значение. То есть за счет долготы и краткости во французском языке различаются разные слова. То, что для русского языка нетипично, может быть свойственно французскому языку, поэтому не случайно мы обращаем ваше внимание на количественную характеристику при произнесении звуков. Именно поэтому мы говорим о том, что тот гласный, который мы обсуждаем на сегодняшнем уроке, это именно долгий гласный, это долгий звук, и действительно при его произнесении нужно помнить о длительности. Именно больше времени нужно затратить, чтобы этот звук звучал. Итак, французский долгий звук «О». Следующий фрагмент нашего занятия посвящен тому, каким образом передается этот французский звук на письме. И мы уже с вами в курсе, что французская орфография достаточно сложна, она складывалась на протяжении длительного исторического периода, и один и тот же звук передается зачастую различными буквосочетаниями. Итак, первый фрагмент это общий список возможных буквосочетаний, которыми на письме в тексте передается закрытый долгий звук «О». Вы видите, что это и буква «О», и та же буква, снабженная соответствующими диакритическими значками, например, «О» — циркомфлекс. Это и буква сочетаний «А» — «О». Возможно, также и варианты, состоящие из трех букв «И», «А», «О». Возможно, сочетание буквы «О» с теми или иными буквами, передающими согласные звуки. Правда, они могут не читаться, но в некоторых словах такие своеобразные буквосочетания передают все тот же тренируемый нами долгий гласный «О». Итак, на слайде, еще раз внимательно посмотрите, вы видите все возможные в современном французском тексте все возможные способы передачи на письме долгого звука «О». Давайте на конкретных примерах рассмотрим, проанализируем, с чем мы с вами можем столкнуться при чтении французских текстов. Итак, звук «О» передается буквой, соответствующей буквой алфавита, буквой «О», но в определенных позициях это может быть, вот в том числе перед буквой «З» в таком слове, как «Ля роз». Вот вы видите, что если у вас есть после звука звук «З», то тогда надо быть на стороже, потому что в данной позиции вам необходимо прочитать соответствующую букву как долгий гласный «Ля роз». Еще один случай, когда буква «О» это буква алфавита также передает долгий гласный в конце слова «Лю метро». «Лю метро». Итак, в конце слова мы должны букву «О» также читать как долгий закрытый «О». «Лю метро». Следующий случай, с которым мы также будем часто сталкиваться, все та же знакомая нам буква алфавита, буква «О» читается как долгий закрытый «О» перед непроизносимой конечной согласной. Напомню, что есть правило чтения во французском языке в соответствии с этим правилом конечные согласные считаются непроизносимыми и не читаются, как в слове, в примере, который вы видите на слайде. «Ля Прико». Вот это были первые три случая, когда одна и та же буква алфавита в разных позициях, буква «О» читалась как долгий закрытый «О». Но помимо буква алфавита, буква «О», у нас есть также несколько букв, которые снабжены соответствующими диакритическими знаками. Вот тот самый значок, так называемый вспомогательный диакритический значок, аксан-сих-конфлекс, он и обозначает историческую долготу гласного. Вот что значит историческая долгота? Это значит, что с точки зрения нормы современного французского языка мы никак не можем объяснить, почему данный звук должен читаться, произноситься как долгий. Это фактор исторической эволюции достаточно длительной, многовековой французского языка. Вот письменность французского языка таким-то образом пытается обозначить для французов и для тех, кто учит французский язык, что именно в данном слове в настоящий момент нужно именно так произносить тот или иной звук. Вот аксан церкомфлекс и дает нам на письме знак того, что мы должны данную букву и в данном слове, в слове ль-роль читать долгий гласный о- ль-роль точно так же мы можем ориентироваться в соответствующих буквосочетаниях. Мы с вами говорили до этого о том, какая буква, снабженная каким диакритическим знаком, может передавать долготу гласного о-о. Но, как вы видели на предыдущем слайде, долготу может передавать не только соответствующая буква о, снабженная или не снабженная диакритическими знаками. Во французском языке очень часто буквосочетания, гласные буквосочетания передают тот или иной гласный звук, вот как буквосочетание а-у в слове ле-шефер, а правило гласит, что буквосочетание а-у в любой позиции, кроме позиции перед буквой р, передает как раз-таки звук о, долгий, исторический долгий, закрытый, задний звук о. также если мы с вами посмотрим, мы увидим, что буквосочетание а-у вот как в данном случае вы видите на слайде в слове ле-бю-ро также передает исторический долгий задний звук о. В любом положении, то есть любой позиции мы с вами можем из этого сделать вывод о том, что данное буквосочетание а-у является очень типичным для французской орфографии и всегда на письме передает долгий, исторический долгий задний звук о. А также о передается буквосочетанием о плюс с, как в слове например ле-досье. А также во всех случаях, во всех оппозициях, если после буквы о следует буква с, у нас передается гласный, долгий гласный о. В конце слова, где по правилам французского чтения конечный звук с не произносится, мы с вами должны произносить также звук о, но в конце слова, где с произносится, вот как в слове ля-батрос, мы также произносим долгий, исторический звук о. Но, как всегда, есть некоторые исключения, например, французское слово ось, кость, имея на конце звук с, все-таки звук с в данном случае произносится, но меняется качество звука о, он становится не исторически долгим, а наоборот, он представляет собой краткий аналог долгому историческому долгому звуку о. и произносится как лёс. Давайте посмотрим еще, какие буквосочетания во французском языке указывают на то, что мы должны произносить долгий о. Вот в примере вы видите слово лёгном и мы с вами можем сделать вывод о том, что буквосочетание о-м-ы также указывает на то, что перед звуком перед согласным звуком м мы произносим с вами долгое о лёгном но, как всегда, есть исключение это слово лёгженом где в такой же позиции о произносится как краткий гласный о лёгженом как и сочетание о-м-н встречается на конце слова сочетание о-н-ы также на конце слова указывает на необходимость произношения долгого гласного о как в слове ля зон но исключением из этого правила служит произношение слова где в той же самой позиции позиции конца слова сочетание о-н-ы мы с вами произносим краткий звук о и еще несколько случаев когда мы с вами должны произносить долгий о это конец слова сочетание о снабженное диакритическим знаком так называемым оксан цирков флекс плюс н-э в слове ликон их мы с вами встречаем сочетание о-а в заимствованных словах как правило это слова французского происхождения это простите пожалуйста слова французского происхождения слова которые пришли во французский язык из английского языка но приобрели французское произношение то есть ассимилировались во французском языке и стали несмотря на сохранение орфографии читаться по французским правилам чтения ле тост напомню что в английском языке то есть в оригинальном языке откуда было сделано данное заимствование в данном случае мы имеем с вами дифтонг тост вот а вкратце таковы правила чтения таковы позиции в которых мы с вами встречаемся с исторически долгим звуком о напомню что это звук огубленный то есть при артикуляции этого звука активное участие принимают губы которые вытянуты вперед и напряжены а звук является звуком заднего ряда как обычно теперь вашему вниманию мы хотим предложить материал для чтения как обычно это несколько существительных наиболее распространенных во французском языке в состав которых входит этот долгий звук о сразу хочу вас предупредить о том что во французских словах ударение падает на последний слог это правило французского языка также во французском языке нет такого явления как редукция то есть сокращение звука допустим вызванное его положением в слове например в неударном звуке в неударном слоге во французском языке а такого мы с вами встретить не можем в силу отсутствия редукции то есть звук о исторически долгий еще раз повторю звук о может встречаться не только в ударной позиции мы в основном с вами сейчас обсуждали позицию все-таки ударного слога но можно встречаться и безударных слогах вот как мы сейчас увидим с вами в некоторых примерах начнем мы с вами читать как обычно существительных существительных простых в том смысле что значение данных существительных вам либо известно либо можно догадаться исходя из фонетической оболочки того или иного слова как обычно после существительного мы указываем на его родовую принадлежность как в данном случае дозы полито робо сабо фото давайте давайте послушаем еще раз как звучат данные слова помните пожалуйста про активную артикуляцию французского речевого аппарата и повторяйте вслед за нами дозы пальто робо сабо фото следующая группа слов также вам хорошо либо знакома либо о значении слов можно без труда догадаться повторите пожалуйста еще эти слова еще группа французских слов в состав которых входит исторически долгий задний звук о поз диплом от отор ото проз давайте еще послушаем как звучат эти слова поз диплом от ото проз и еще пять слов послушайте пожалуйста еще как звучат эти слова нюмеро нюмеро пюро металло соус сосис роз и два прилагательных мы сегодня предлагаем вашему вниманию в состав мы хотим вашему вниманию предложить еще несколько словосочетаний, устойчивых словосочетаний, вновь с глаголом faire. Как вы уже заметили, глагол faire, глагол делать, входит во множество устойчивых французских словосочетаний. И, конечно же, нужно по мере возможности активно набирать лексику. И, конечно, мы хотим вам в этом помочь. Давайте посмотрим на две фразы с глаголом faire. Это фразы faire des cours, faire des achats. Делать покупки, ходить по магазинам. faire des achats. И еще несколько устойчивых словосочетаний. Также на этот раз мы хотим вам предложить. Итак, посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы видите несколько устойчивых словосочетаний, в состав которых входит знакомый уже нам глагол faire. Первое значение, напомню, глагола faire – делать, совершать. Но, входя в устойчивые словосочетания, особенно в такие неопределенно личные, или faire, глагол вместе с словосочетаниями приобретает совершенно иные значения, и нужно, соответственно, запоминать не значения отдельных элементов этого словосочетания, а запоминать значения всего словосочетания в целом. Тем более, что в устной речи эти словосочетания функционируют, употребляются как действительно устойчивые единицы, неразложимые единицы, ну, как целостные высказывания, целостные предложения, при помощи которых на уровне бытового общения вы можете высказать свое мнение, свое отношение, ну, вот как в этом случае, к погоде. Ну, как мы все знаем, разговоры о погоде – это наиболее нейтральная тема бытового общения, и, конечно же, вам эту тему тоже не избежать. Поэтому те словосочетания, которые мы отобрали для наших телевизионных уроков, это не случайные словосочетания, а те, которыми и французы, и вы, общаясь с французами, безусловно, будете активно и часто пользоваться. Например, «Ильфэшо» – «жарко», «Ильфэбо» – «стоит хорошая погода», «Ильфэду» – «стоит мягкая погода», то есть не очень жаркая погода. Вот при помощи таких устойчивых словосочетаний, которые мы рекомендуем вам усвоить, выучить наизусть и употреблять, и воспринимать как целостные блоки, эти словосочетания, безусловно, помогут вам в построении какого-то мини-диалога, как в этом случае, связанном с обсуждением погоды. Давайте еще раз прочтем эти словосочетания и запомним, как они произносятся и что они означают. «Ильфэшо» – «жарко», «Ильфэбо» – «хорошая погода», «Ильфэду» – «мягкая погода», да, можно сказать, сегодня не жарко. Ну и точно так же, как в прошлый раз, хочу предложить для запоминания несколько пословиц, которые тоже вам понадобятся в устной бытовой речи, чтобы определить свое отношение, кратко и емко свое отношение к тому, что вы будете обсуждать, возможно. Как и в русском, так и во французском языке мы очень любим употреблять вот такие краткие высказывания, как пословица, поговорки. Мы охотно оперируем пословицами и поговорками в быту. Итак, следующая порция пословиц. Зафиксируйте их, пожалуйста. Зафиксируйте также перевод, или лучше сказать, соответствие этой французской пословицы тому, что у нас есть в русском языке, и, конечно же, надо их будет выучить наизусть тем, чтобы в дальнейшем их активно использовать. Итак, сегодняшние пословицы. «Оси ту ти», «Оси ту фе» сказано, сделано. «Тель серво», «тель шапо». «Посеньки» и «шапка» говорим мы по-русски. И третья поговорка «Илья фаго» и «фаго». «Вещи рознь». Вот эти три пословицы я и хотел предложить сегодня вашему вниманию. Еще раз давайте внимательно посмотрим на слайд, прочитаем и запомним значение этих французских пословиц. «Оси ту ти», «Оси ту фе». «Сказано», «сделано». «Тель серво», «тель шапо». «Посеньки» и «шапка». «Илья фаго» и «фаго». «Вещи», «вещи рознь». Мне хотелось бы сделать несколько замечаний по поводу пословиц, поговорок, устойчивых словосочетаний, высказываний известных людей. Действительно, в нашей каждодневной, в нашей поседневной речи мы активно используем эти пословицы. Конечно же, очень редко мы используем их в такой вот полной форме, в нередуцированной форме. Гораздо чаще мы с вами используем только одну, первую часть, или, например, вторую часть пословицы или поговорки. Таким образом, мы с вами указываем на то, что нашему слушащему хорошо известна данная пословица. И, собственно говоря, указываем только на некоторую аллюзию, то есть делаем своего рода намек. Поэтому выучивать пословицы просто необходимо, даже если вы в своей жизни никогда не используете пословицы и не собираетесь использовать их во французском языке. Тем не менее, вы должны знать, что это пословица, что это некое устойчивое выражение, что данное устойчивое выражение обозначает именно это. Вот, наверное, основное значение пословиц, поговорок, высказываний заключается в этом. Конечно же, мы никоим образом не хотим заставить вас использовать ваши речи пословицы, поэтому, чтобы кому-то не показалось наше стремление познакомить вас с наиболее известными французскими пословицами, таким уж навязчивым, желанием заставить вас использовать пословицы вашей повседневной речи. Отнюдь нет. Просто очень многие пословицы разного совершенно происхождения, исконные, заимствованные, общеевропейские, стали неотъемлемой частью языка, и поэтому их просто необходимо знать. А использовать свои речи или не использовать, это вы уже решите самостоятельно. А, как обычно, следующим фрагментом, заключительным фрагментом нашего урока будет чтение текста. На сей раз мы с вами будем читать маленький текст про Марго. Давайте посмотрим на первое предложение. Оно звучит следующим образом. Жудей макузинь марго вигато ва абахдо. Вы видите в данном случае, что подлежащим является макузинь марго вигато. Моя кузина, моя двоюродная сестра марго вигато. Жудей, указание на время. Сегодня ва абахдо едет в Бардо. Вы помните, что Бардо – это тоже один из известных французских городов. Это портовый город, достаточно большой. Давайте посмотрим дальше фрагмент текста. Elle se lève tot. Elle prépare se valise. Она поднимается рано. Se lève. Подниматься, вставать. Просыпаться. Elle prépare se valise. Она собирает чемоданы. Обратите внимание, что в прошлый раз, когда мы с вами читали текст про Мишеля Кура, мы с вами встречались с тем же самым глаголом prépare. Но мы с вами говорили о том, что il prépare le café et le thé. Он готовит кофе и чай. Глагол с таким большим значением, широким значением. prépare – мы обращали еще и в прошлый раз ваше внимание на то, что большинство французских глаголов имеет не одно значение, а несколько значений. Давайте посмотрим следующее предложение. Оно тоже вам хорошо знакомо, поскольку фрагменты данного предложения мы с вами встречали на наших предыдущих занятиях. après le petit déjeuner, elle va à la gare. Après le petit déjeuner – после завтрака. Еще напоминаю вам, что завтрак по-французски будет le petit déjeuner. Après – указание на что-то, что совершается позже. Это предлог. Après. Elle va à la gare. «Она едет на вокзал». У нас с вами глагол «али». Вот его третья форма единственного числа – «va». Имеет тоже большой спектр значений, поскольку в французском языке мы не говорим о способе передвижения, если нас интересует просто направление движения. «Elle va à la gare». «Она едет, она идет на вокзал», «Она добирается до вокзала». Вот здесь вы можете как бы менять значение глагола «али» в зависимости от контекста. И фраза, которую мы сегодня предложили вашему вниманию. «Elle fait chaud, c'est jour la». «Elle fait chaud» – «жарко». Это в русском языке предложение соответствует безличному предложению «жарко». «Elle fait chaud». Обратите внимание, что в данном предложении, как вы уже знаете, в качестве сказуемого используется глагол «fère». Глагол опять с большим спектром значений. И вот эта вот маленькая фраза, постфраза, ее можем так назвать «sojour la». «В этот день-то, elle fait chaud, c'est jour la». Мы с вами продолжаем учиться читать. Это достаточно важный фрагмент в изучении любого иностранного языка, в том числе и французского языка, как иностранного. Научиться читать хорошо, правильно читать, и не только читать, но и переводить правильно, переводить французского на русский – это одна из тех задач, которые мы с вами совместными усилиями должны будем решить в ходе наших телевизионных занятий по современному французскому языку. Итак, продолжаем учиться читать. «Бордо» – город, где родилась Марго. Это родной город. Вот такое словосочетание есть во французском языке. «Бордо» – родной город, город, где человек родился. «Она любит свой родной город», но опять мы с вами встречаемся с уже известным нам глаголом «preferir» в значении «предпочитать», «больше любить». Итак, давайте еще раз посмотрим на это предложение. «Она любит свой родной город», но ему предпочитают все-таки столицу. «La capitale» – «столица» имеется в виду Париж. «Марго» и «рус» avec les œufs verts et les cheveux frésés. Вы здесь видите описание внешности «марго». Мы с вами встречаемся с глаголом «être», глаголом «связкой». «Есть», «имеется». Обратите внимание на слово «рус». Мы с вами очень много слов заимствовали из французского языка, и очень многие слова, которые хорошо известны нам, как говорящим на русском языке, пришедшие из французского, естественно, не нуждаются в переводе. Но вот перед нами тот самый случай ложного переводчика «марго» и «рус». В данном случае мы могли бы с вами предположить, что у «марго» русый цвет волос. Но на самом деле это неправда. Здесь идет речь о том, что «марго» рыжая. «Марго» и «рус» «avec les œufs verts et les cheveux frésés». «С зелеными глазами и вьющимися волосами». Давайте еще посмотрим на это предложение. Каким образом следует описывать внешность? «Марго» и «рус». «Avec des œufs verts et les cheveux frésés». Обратите внимание на предлог «avec». «Avec» – это предлог «с». Вот для русского языка такие конструкции не характерны. Поэтому при переводе с французского на русский мы с вами меняем синтаксическую структуру предложений. Мы с вами скажем «марго» рыжая. У нее зеленые глаза и вьющиеся волосы. Давайте посмотрим следующее предложение. Здесь мы с вами встречаемся с двумя прилагательными в позиции именной части сказуемого глаголом связкой «этр» в третьем лице единственного числа. Она робкая, она застенчивая, она стеснительная и очень добрая, очень щедрая. Давайте послушаем еще, что нам известно о «марго». Мы с вами встречаемся несколько с более распространенной грамматической структурой в этом предложении. «Эль хоживит» – это первая часть предложения. Она краснеет быстро. «Мэ саля фе плюс бель». Но это ее делает более красивой. Это буквальный перевод, но это ей идиот. «Эль хоживит» – «мэ саля фе плюс бель». В этом тексте мы сталкиваемся с вами с достаточно важным пластом лексики современного французского языка, который тоже необходимы нам с вами для бытового уровня общения, а именно наименование родственников. В первой фразе этого текста мы уже с вами столкнулись с таким словом, как «la cousine» – двоюродная сестра. А давайте посмотрим теперь на это предложение. «Бельцер» – еще одно наименование в степени родства, еще одно наименование для ближайшего родственника. Важно различать такие наименования, потому что при общении, естественно, нам нужно будет определяться в родственных отношениях. Данное слово «бельцер» соответствует русским наименованиям, таким как «золовка» и есть несколько иных вариантов в русском языке. Мы можем сказать «сестра мужа» или «невестка». Вот этим всем соответствием наименований родственников в русском языке отвечает французское слово, «сложное слово», которое пишется через «дефис». Обратите, пожалуйста, внимание на правописание этого слова. «La belle sœur». Итак, давайте теперь прочтем и переведем это предложение. «La belle sœur m'a d'eau habite aussi bordeaux». Ее невестка или сестра мужа, «m'a d'eau тоже живет в Бордо». Нам здесь также, вот на нашем с вами уровне владения французским языком, важно запомнить глагол «abite» – жить, проживать где-либо. «M'a d'eau habite Bordeaux». «M'a d'eau живет тоже в Бордо». Следующее предложение давайте с вами проанализируем. «Margot arrive à la gare avec ses bagages». Глагол «arriver» – «прибывать», «приезжать». Ну а все остальные слова в этом предложении нам уже знакомы, так что мы можем догадаться о значении данной фразы. «Margot прибывает», «приезжает» на вокзал со своим багажом. «Margot arrive à la gare avec ses bagages». Разговорная французская речь, точно так же, как и русская, характеризуется различными синтаксическими вставками, дополнениями, комментариями, вот как в этом предложении. Вот эти два чемодана, они тяжелые. И вот эти два чемодана – это те чемоданы, с которыми приехала Марго. Ну, если мы дословно, подстрочно переведем эту фразу, у нас получится следующее. Они очень тяжелые, эти два чемодана, которые у нее. Ну, литературный перевод, естественно, звучит несколько по-другому. Ну вот подстрочник нам важен с той точки зрения, чтобы понять, как французы могут встроить высказывание. «C'est l'urne, c'est deux valises, qu'elle a». Вот на этом, пожалуй, мы можем и завершить наше с вами сегодняшнее занятие. Напомню, мы с вами потренировали долгий, исторически долгий гласный «о». Мы с вами познакомились с очередным фрагментом устойчивых словосочетаний и пословицы современного французского языка и продолжили с вами учиться читать и переводить. А сейчас нам остается только попрощаться с вами. До свидания. До следующего урока. Субтитры создавал DimaTorzok